Партнер программы Украинская биржа В 1848 году после нескольких лет исследований Эллиот публикует книгу под названием «Закон волн», а в 1846 году увидел свет его труд «Закон природы. Секрет вселенной». В них он изложил основы теории, которая теперь носит его имя. Теория Эллиота показывает, что поведение общества и финансовых рынков развивается и изменяется по определенной модели. Эллиот выделил цикл из восьми волн, которые постоянно повторяются. Пять в одном направлении и три в противоположном. Волновая теория Эллиота стала инструментом анализа и прогнозирования рынка на любых интервалах времени. Здравствуйте, в эфире биржевая азбука, цикл программ о том, как зарабатывать на фондовом рынке. В студии Виталий Школьный. Тема этого выпуска – тренд или коррекция, признаки разворота рынка. Тренд от английского – тренд, тенденция. Направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен и значений индексов. Если цены все время растут на протяжении некоторого промежутка времени, вот об этом промежутке времени говорят, что образовался восходящий тренд. Если цены не меняются, например, неделю, то говорят, что неделю рынок находился в боковом движении или не было никакого тренда. Ну и, соответственно, если евро к доллару полугода падало, то можно сказать, что полугода наблюдался нисходящий тренд. Соответственно, 30% по статистике общий мировой рынок, где-то 30% находится в тренде и 70% находится в боковом движении. Коррекция или откат, изменение курса акций или валют в сторону обратную тренду. Причинами данного явления считается перекупленность или перепроданность актива, а также отсутствие желающих торговать по такой цене. Любой тренд – это не просто основная прямая линия, потому что на рынке такого не бывает. Это обычно волновая линия с определенными колебаниями, с определенными так называемыми коррекциями. Коррекция – это краткосрочное или долгосрочное изменение основной тенденции. По минимумам этих откатов и по максимуму точек, которые был рост, строятся уровни поддержки и сопротивления. Поддержка – это нижняя планка, сопротивление – это верхняя планка. И построив такой вот канал из сопротивлений и поддержек, любой трейдер может увидеть основной диапазон движения рынка или котировки акций. Задача трейдинга – зарабатывать на движении цены. Поэтому торговец должен понимать, продолжится ли текущая тенденция, движение остановится, либо же цены изменят свое направление. Что касается стратегии торговли, то если рассматривать саму торговлю как оптимальное соотношение риска и прибыли, то наиболее лучшей торговлей или стратегией торговли будет являться торговля по основному тренду. При этом открытие позиции осуществляется как раз на коррекции. При таком подходе у вас получается риск убыточной сделки меньше, а потенциал прибыли больше. Тут возникает вопрос, а когда начинается и продолжается тренд, и когда начинается и завершается коррекция? Индикаторами разворота – это как сигналы, которые предупреждают, что тенденция намерена измениться. То есть, если, например, был восходящий тренд, и вы видите, что на рынке уже не так преобладают быки, то есть не так преобладают покупатели, рынок не обязательно должен упасть. Он может просто остановиться, произойдет определенная консолидация, и после этого рынок может восстановить свое движение вверх. Потому что человек должен понимать, что на определенных уровнях, когда он видит, что на рынке конъюнктура немножко меняется, он должен просто более осторожно к этому подходить и понимать или ждать других сигналов, куда рынок пойдет. Как известно, спрогнозировать движение цен и рынка со стопроцентной вероятностью невозможно. Однако фундаментальный и технический анализ могут подсказать наиболее вероятную тенденцию, а также сигналы, указывающие на разворот тренда. Существует несколько способов определения разворота рынка. Прежде всего, это с помощью фундаментального анализа. То есть трейдер оценивает определенный новостной фон, определяет, как эти новости могут повлиять на рынок, то есть либо изменить глобальный тренд, либо просто привести к коррекции рынка. Второй способ – это с помощью линий поддержек и сопротивления. Пробитие данных линий поддержек и сопротивления может быть сигналом к тому, что тренд меняет свое направление. В случае, если в момент пробития линий поддержек и сопротивления присутствуют большие объемы, то это сильный сигнал к развороту рынка. Открывая позицию, трейдер должен знать, как реагировать на неблагоприятные движения котировок. То, что для одного торговца будет незначительной коррекцией, для другого обернется закрытием позиции, а для третьего может являться новым трендом. Мы вошли в позицию, она начала расти, дошла до какого-то максимума и началось временное падение. Вы не задумываетесь, то ли это коррекция, то ли это уже разворот. У вас есть однозначно заранее запланирован процент, сколько от максимума вы готовы отступить. Если цена отойдет на это количество, вы закроете позицию. Если не отойдет, и это была временная коррекция, этот тренд продумывается, вы дальше поедете на этом тренде. Вот конкретно размер тут уже зависит от того, на каких сроках вы играете, и должен зависеть от вашего риск-менеджмента, управления вашим капиталом. Трейдеры применяют различные способы анализа и оценки движения рынка. Существуют графические фигуры, показывающие положение или разворот рынка, а также всевозможные технические индикаторы. Среди них скользящие средние показывают направление долгосрочного тренда, а также осцилляторы, которые указывают на состояние перекупленности или перепроданности рынка. Все эти инструменты призваны помочь спрогнозировать будущее движение цены. Точку не ставим, у различных технических индикаторах и сигналах будем говорить детальнее в будущих выпусках биржевой азбуки. Следующая тема – японские свечи. Не пропустите. Партнер программы – Украинская биржа. Продолжение следует...